МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Угроза соцсетей. В Кыргызстане милиция проводит экстренные мероприятия по предотвращению самоубийств среди подростков. Всему виной так называемые группы смерти. Мы очень переживаем за своих детей. У нас были собрания, на которых провели разъяснительные работы. Мы будем теперь внимательнее к детям. Под перекрестным артогнем ситуация в украинской Авдеевке обостряется. ОБСЕ заявляет об угрозе гуманитарной катастрофы. Так просто, что говорят, что берите, собирайте смоски и повалите. А куда ехать? Что нас ждет? Невозможное возможно. Страдающий ДЦП житель Казахстана презрел трудности и открыл собственный бизнес в сфере высоких технологий. В управлении выдали коляску. Когда мы начали собирать ее дома, он сказал, мама, я не буду в ней сидеть. Если я сяду, просижу всю жизнь. Наличие пятой колонны заподозрил в рядах правительства Казахстана президент Нурсултан Назарбаев. Он назвал чиновников-коррупционеров предателями и пригрозил акционерам банков разоблачением за попытки вмешательства в работу главы Нацбанка. Скрытым рэкетом лидер нации назвал намеренно усложненный налоговый кодекс. Именно по этой причине бизнесмены вдруг становятся фигурантами уголовных дел. Назарбаев предложил добровольно уйти тем министрам, которые боятся брать на себя ответственность за принимаемые решения. Как президент Казахстана отчитывал свой кабинет министров? Материаля Айнур Коскиной. Ежегодное расширенное заседание правительства с участием президента традиционно проходило в резиденции президента Афурге. Однако сегодня впервые за несколько лет в здании Дома правительства. Впрочем, и само нынешнее заседание было полно сюрпризов. Сначала Нашлутан Азарбаев пригрозил акционерам банков разоблачением за попытки вмешательства в работу главы Нацбанка. После громкого ареста руководства Единого накопительного пенсионного фонда, который находится в ведомстве финрегулятора, в прессе появилась информация о задержании главы Национального банка Данияра Акишева. Президент связал нападки с тем, что молодой управленец пытается навести порядок среди банков второго уровня. Это делают акционеры, спонсоры которых вот здесь сидят, в этом зале некоторые. Никого не бойся. Никого. Эти газеты не газеты, журналисты виноваты, а хозяева. Мы примем меры к хозяевам, которые препятствуют наведению порядка. Вот действуй смело. Никого не бойся. Есть. Честно, по закону, как положено. И кто будет вмешиваться, лезь, скажи мне фамилию. Правительство рапортует, что отменены плановые проверки, внедрены новые системы управления рисками. Госуслуги переводятся в электронный формат. Однако фактического сокращения численности сотрудников и проверяющих органов не происходит. Президент заподозрил, что в правительстве образовалась пятая колонна. Где сидит пятая колонна внутри правительства? Мы говорим одно, принимаем решение, делается по-другому. Удивительное саморазмножение. Проверяющих сокращаем количество чиновников остается. Чудо какое-то вообще. Иностранные инвесторы не участвуют в приватизации госпредприятий. По мнению Назарбаева, и в этом есть недоработка членов правительства. Усложненный налоговый кодекс с множеством лазеек позволяет контролю надзорным органам ставить неоправданные препоны бизнесу. Предприниматели становятся фигурантами уголовных дел. Но при более тщательном рассмотрении оказывается, что нарушения не столь значительны. Скрытый рекорд бизнесменам. Напугать надо, завести уголовное дело. Потом он бегает и он готов на что хочешь. Кто это сделал из правоохранительных органов, налогом, он не должен оставаться на работе. Назарбаев призвал членов Кабмина считать государственные деньги. И первым в этом деле должен быть глава Минфина. Он получил второе по счету предупреждение. После третьего увольнение. За копершиком в этом деле должен быть Минфин, который еще не приспособился к этому. Вот теперь второе от тебя предупреждение. Смотри, третий для тебя будет очень плачевный. Есть на случай. Глава антикоррупционного ведомства Хайрат Кужамжаров сообщил, что только в прошлом году к ответственности привлечено 2900 должностных лиц за казнократство и взятки. По итогам прошлого года счетный комитет выявил финансовые нарушения в госорганах на 160 миллиардов тенге. А это почти 500 миллионов долларов США. Президент назвал чиновников-коррупционеров предателями. Какое огорчение. Я переживаю больше, чем родители вот этих людей, чем они. Напрасно. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверий, которые оказываются людям. Назарбаев дал правительству два месяца для устранения всех обозначенных проблем, а также для презентации нового налогового кодекса. Айнар Коскин, организатор «Спанов», «Настоящее время». Когда программа была уже готова к эфиру, стало известно, что от должности освобожден вице-премьер Казахстана Емманголит Асмагомбетов. Его в стране называют политическим тяжеловесом. Президент назначил его чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Российской Федерации. Работа за границей в качестве посла для казахстанских чиновников негласно считается политической ссылкой. Назарбаев остался доволен только работой Национальной Банка. Президент похвалил банкиров за эффективную работу и выразил полную поддержку главе Национальной Банка Данияру Акишеву. Акишев, в свою очередь, сообщил президенту хорошие новости. В частности, об увеличении денег в экономике, что экономика после пережитых двух девальваций адаптировалась к новым условиям, и что обменный курс нацвалюты стабилизировался без вмешательства главного финансового регулятора. По словам Акишева, экономическая ситуация в стране полностью стабилизировалась, а инфляционные процессы резко замедлились. Если в 2015 году годовая инфляция составила 13,6%, то по итогам 2016 года 8,5%. На конец января этого года годовая инфляция снизилась до 7,9%, то есть вернулась в коридор от 6 до 8%, что было основной задачей для Национального Банка на настоящем этапе. Однако сами казахстанцы не разделяют мнение главного банкира об экономической стабильности. По их личному опыту цены продолжают расти. По-моему, все это неправда. Я только что иду с базара. Кроме как увеличения по всему ассортименту ничего не вижу. После Нового года все подорожало. Тяжело. Работы нет. Все дорого. Продукты все дорого. Не может быть такого. Я хожу в неделю раз на базар и это вижу. Вот сегодня морковь по 200, а на той неделе была по 150. Теперь творог. Я покупала через неделю туда, где-то пол-двадцать дней назад была за 800. Потом я вот купила на той неделе за 1000, сейчас 1200 творог. Вы понимаете? Поэтому вообще я уже ночами плохо сплю, честное слово. Но цены не остановились. Цены большие. Все дорого в магазине. Продолжает расти? Продолжает, да. Продолжает. Даже хлебные изделия. Дуже ощутимо. Знаете, мы уже так привыкли, что это уже привычка. Мы уже привыкли ко всему. Цены растут. Цены растут. Коммунальные услуги растут. Все растет. Врет. Рост цен есть. Был и будет, я так думаю. Генеральная прокуратура Таджикистана подвела итоги прошлого года. Одним из заявлений стало прекращение уголовного дела в отношении сына первого вице-премьера республики. Формус Саидов стал виновником лобового столкновения двух автомобилей. В аварии погибли два человека. Сам Саидов был госпитализирован. По словам сотрудников прокуратуры, авария произошла из-за заводской неисправности автомобиля. То есть человеческий фактор отсутствует. Что и стало причиной закрытия уголовного дела. Также прекращено дело об избиении сотрудниками милиции корреспондента еженедельной газеты Фараж Доро. Представители прокуратуры заявили, что виновные по данному факту найдены не были. По факту всех из сотрудников милиции, которых мы привели на опознание и выстрелили перед ним, никого он опознать не смог. Более того, 9 человек свидетелей на месте происшествия, жители города Душанбе. Они факт избиения не подтвердили. Исходя из этого, прокуратура города Душанбе из-за отсутствия за милиционерами факта преступления закрыла дело. На пресс-конференции также сообщили, что по инициативе генпрокурора страны начались проверки деятельности четырех банков, которые в прошлом году не смогли погасить задолженности перед своими вкладчиками и партнерами из-за неправильного управления активами. Созданы надзорные группы, которые займутся не только проверками, но и надзором за возвратом средств населению. В Генеральной прокуратуре также отмечают, что с каждым годом уменьшается количество обращений и жалоб от граждан по применению к ним пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Якобы это происходит благодаря работе прокуратуры по предупреждению таких преступлений. Последние годы сильно уменьшилось количество фактов применения пыток. Если будем говорить по цифрам, в 2016 году всего было зарегистрировано 17 случаев пыток и обращений в прокуратуру. В 2015 году их было 21. Если брать год за годом, количество таких фактов постепенно сокращается. Однако независимые эксперты и правозащитники считают, что люди перестали жаловаться только потому, что боятся мести милиционеров. В кыргызской столице закрасили изображение белук на фасаде одного из домов. Власти города решили, что киты могут ассоциироваться у детей с группами смерти, которые называются «Море китов» и «Тихий дом». Об их появлении в кыргызских соцсетях сообщили местные СМИ. Как защитить детей от суицида теперь решают даже в парламенте. В опасном тренде разбиралась Дебек Бегалеева. Такие презентации сейчас устраивают в каждой бишкекской школе. Детям рассказывают о том, почему нельзя играть в опасную интернет-игру. Их родителям как распознать, что ребенок вступил в так называемую группу смерти. Тревожные признаки – хэштеги в соцсетях. «Море китов», «Тихий дом» или «Разбуди меня в 4.20». Именно в это время, через 50 дней после начала, по условиям игры, участнику приходит задание совершить самоубийство. «Мы очень переживаем за своих детей. У нас были собрания, на которых провели разъяснительные работы. Мы будем теперь внимательнее к детям». На собрание накануне, рассказывает Нургуль, пришло рекордное количество родителей. Теперь с каждым учеником по отдельности проводят работу педагоги. «Наш учитель по информатике при учениках начал смотреть. Но они коды их не сказали свои. Он начал просмотреть. Действительно, в сутках мы увидели плачущих, печальных». В других школах, рассказывает главный редактор одного из информационных сайтов, детей и вовсе проверяют милиционеры. «Вся паника началась с публикации в двух СМИ. Одно из которых опубликовала новость об этом вечером, второе – в ночь на 31-е. И потом все остальные СМИ это подхватили и начали писать новости, не совсем разобравшись ситуацией». В первой публикации речь шла о том, что подростковые группы смерти, действовавшие в России, появились и в Кыргызстане. Ни одного факта суицида по этой причине в статье приведено не было. Публикация все равно разошлась по сотням страниц интернет-пользователей. Неудивительно, что случившееся в ту ночь самоубийства подростков в Бишкеке моментально связали с игрой. «После журналистов эту тему с удовольствием, точнее с ужасом, подхватила общественность. Социальные сети растиражировали это. После этого пошла волна перепостов в мессенджерах и так далее. Мессенджерами пользуются чиновники в том числе, их жены и так далее, которые начали звонить им и спрашивать, что же с нашим ребенком будет уже завтра. Но чиновники возбудились, тоже заволновались. И мало того, они были уже обязаны реагировать». Первым делом в Бишкеке почему-то закрасили популярный стрит-арт рисунок в центре города двух белок, нарисованных известными граффити-художниками еще два года назад. Но для того, чтобы суицидальные мысли теперь уже наверняка не посещали подростков, депутаты парламента предложили отобрать у них мобильные телефоны. Несмотря на то, что на момент подготовки сюжета ни одного подтвержденного случая самоубийства участника группы смерти в Кыргызстане не было. «Та паника, которая сейчас идет, она напоминает мне те же самые панические, допустим, сообщения, которые бывали в мессенджерах или в соцсетях про отравленные бананы, про кровавые бананы, про отравленные мандарины, которых кто-то там отравил спидом, или там, то, что я уже шутил, генномодифицированную минеральную воду и так далее. То есть вот такие вот байки, которые распространяются чаще всего из-за незнания абсолютного темы предмета». Такие группы смерти, со слов директора 82-й школы, существуют около года. Об этом она узнала из разговоров с учениками. Из любопытства или по другой причине совсем не детской игрой забавлялись и в ее школе. Четырех детей, возможно, участников группы смерти, теперь водят к психологу. О самоубийстве никто из них, говорят, не задумывался. Возможно, школьникам просто не хватало родительского внимания. Как выяснилось, почти у всех из них родители уехали на заработки в Россию. Дюбек Байгалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. Далее в программе. Под перекрестным арт-огнем ситуация в украинской Авдеевке обостряется. ОБСЕ заявляет об угрозе гуманитарной катастрофы. «Так просто, что говорят, что берите, собирайте, смотрите и повалите. А куда ехать? Что нас ждет?» Невозможная возможность. Страдающий ДЦП житель Казахстана призрел трудности и открыл собственный бизнес в сфере высоких технологий. В управлении выдали коляску. Когда мы начали собирать ее дома, он сказал, «Мама, я не буду в ней сидеть. Если я сяду, просижу всю жизнь». На Донбассе зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. По официальной информации, за период обострения конфликта в городе Авдеевка, начиная с 29 января, вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих были ранены. Вчера активность противника снова усилилась. Впервые 14 апреля 2016 года количество вражеских обстрелов достигло отметки 100. Противник задействовал дополнительные артиллерийские резервы. Наиболее страдают прифронтовые города Авдеевка, Красногоровка, Маринка. Эти кадры были сделаны в Авдеевке ночью. Там сейчас находится наш корреспондент. Вчера около 9 вечера город обстреляли из крупнокалиберной артиллерии. Вы видите, как карета скорой помощи забирает раненого военнослужащего. Как сообщает наш корреспондент, погиб один местный житель и спасатель. Еще один спасатель получил ранение во время патрулирования. Также в Авдеевке ранены одна местная жительница и фотокорреспондент из Британии. Он находился в здании во время обстрела вместе со своим переводчиком. Из Авдеевки его эвакуировали в тот же вечер. Ночевали здесь и примерно с полдесятого сепаратисты начали обстреливать мирные районы Авдеевки. Прилетало по жилым домам. Возникали пожары вот в пятиэтажке. Рядом здесь загорелся дом. Погибли МЧСники, которые дежурили возле школы, где собирают гуманитарную помощь, также попадало по другим жилым домам. В ОБСЕ заявили о потенциальной угрозе гуманитарной экологической катастрофы в районе Авдеевки. Заместитель главы украинской миссии организации Александр Хук рассказал о перебоях в работе фильтрационной станции в Ясиноватой и выразил опасения, что ситуация может ухудшиться, если в резервуары с хлором попадет снаряд. О том, как люди пытаются выжить в самой Авдеевке, далее в материале. Интенсивность обстрелов на востоке Украины за последние два дня значительно снизилась. Однако условия в пострадавших районах остаются сложными. В Авдеевке до сих пор не восстановлено снабжение водой и электричеством. Люди живут без отопления в зимней холода. За сколько дней мы сидим без воды, без света и все. Вот что нам робит. В Авдеевке повреждены жилые дома. Их владельцы вспоминают, как начинались обстрелы. Рвануло все, а то все полетело мне на постель. Я там спал на диване, на кровати начинал. А тут рядом фонарик, на стуле фонарик. Я фонарик взял. Ё-моё, там дырка сумасшедшая. Ну я поднялся, все целое, все на месте. Я целый, ноги, руки целые. Думаю, что-то где-то трясить. Я открываю дверь и смотрю, что всегда гараж горит. Украинские власти ранее заявляли о планах по эвакуации Авдеевки в случае, если положение ухудшится. Однако, по словам местных жителей, никто не предлагал им организованно покинуть населенный пункт. Так просто, что говорят, что берите, собирайте шмотки и повалите. А куда ехать? Кто нас ждет? В ходе последнего обострения конфликта погибли 13 украинских военнослужащих. Около 30 получили ранения. Сепаратисты также сообщили о понесенных потерях, однако точных цифр не назвали. Новое противостояние повторно привлекло международное внимание к ситуации на востоке Украины. НАТО и Евросоюз призвали Россию воспользоваться своим влиянием повстанцев для прекращения насилия. Президент Беларуси дал большую пресс-конференцию для белорусских и иностранных журналистов и политологов. В частности, Александр Лукашенко охарактеризовал нынешние отношения России и Беларуси. Как он заявил, в Москве есть те, чья позиция по Беларуси расходится с позицией Владимира Путина. Да, против терроризма надо бороться. Но если взять Беларусь и Россию, кто террористически более опасен? Вопрос риторический. Но мы же никогда не закрыли границу. И когда шла война на Кавказе, а меня все время толкали к тому, война идет, вы же понимаете, к нам может быть это то. Я границу не закрывал. И когда с Кавказа люди хлынули в Польшу, помните, поляки их позвали, они туда приехали, чеченцы там и другие, они их выкинули на нашу территорию, целый состав, тысячу человек. Мы их обогрели, мы их приняли, разместили, накормили, помыли в Бресте. Они там рожали, моим именем называли детей. Хотя Лукашенко традиционно и говорил о братских отношениях с Россией, досталось главе ФСБ. Александра Бортникова президент призвал отменить приказ о создании пограничной зоны на границе с Белоруссией. Цитата. Один какой-то министр, пусть даже ФСБшник, одним розчерком пера поставил крест на всех договоренностях. Также Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит. Я скажу главное. Первое. Все эти Данкверты, люди заинтересованные, у каждого огромные латифунди. Они сами являются производителями того или иного продукта. В Сельхознадзоре ответили, что работают в соответствии с законом. Напомним, Данкверт уже давно называет белорусских партнеров недобросовестными, так как Минск заметно нарастил импорт продуктов в Россию после введения эмбарго против ЕС и Украины. Потом были другие заявления. Необходимости в создании в Беларуси российской авиабазы нет. Выход Беларуси из союзного государства и Еврозес вымысел. Декрет о тунеядцах со временем может быть отменен. После пресс-конференции Лукашенко, МИД Беларуси предупредил, что может продлить безвизовый режим для иностранцев. Об этом заявил министр Владимир Макей. В январе Беларусь объявила о введении безвизового въезда для граждан 80 стран, которые прибывают в страну на срок не более пяти дней. Официально Москва такое решение ранее назвала внутренним делом Беларуси. Житель Тараза Азат Бердыкулов сумел получить образование и открыл свое дело, несмотря на ограниченные физические возможности. Юноша с диагнозом ДЦП, сделавший первые шаги только в 13-летнем возрасте, теперь занимается ремонтом компьютерной техники. Репортаж наших казахских коллег из радио Азаток. Диагноз детский церебральный паралич не мешает Азату учиться и самосовершенствоваться. Он записался на курсы через интернет и посещал лекции онлайн. В Алматы он приехал впервые, не ради лечения, а за дипломом и для знакомства с людьми, с которыми он подружился в интернете. Он отправил нам свое фото, подписав, вы каждое воскресенье ходите в горы, а я езжу на велосипеде 8-9 километров. О диагнозе ДЦП родители Азата узнали, когда ему исполнилось два года. Он ни дня не учился в школе, получал образование на дому. Окончил школу на отлично, но из-за проблем со здоровьем его не допустили к тестированию. Заочно обучился на юриста, окончил курсы по ремонту компьютерной техники. Первые самостоятельные шаги Азат сделал в 13-летнем возрасте. В управлении выдали коляску. Когда мы начали собирать ее дома, он сказал, «Мама, я не буду в ней сидеть. Если я сяду, просижу всю жизнь». Мы выкинули ее на улицу. Мы не думали, что он начнет зарабатывать. Азат стремится набраться опыта в IT-сфере, изучает последние новинки, совершенствует свои навыки. Есть планы по открытию сервис-центра по ремонту компьютеров, ноутбуков в городе Таразе. Мы уже договорились. Подготовили угол в одном здании. Даст Аллах, в феврале начнем. Сам Азат говорит, что сумел добиться первой своей цели благодаря терпению и упорству. Теперь он думает над открытием благотворительного фонда для людей с ограниченными возможностями в Жамбылской области. И еще мечтает создать свою семью и заботиться о ней. Нургуль Топаева, Санат Нурбеков, Азатык ТВ Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте carintime.tv Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!